Здравия желаю! Давай, спокойно! Развод, получение инструкций и вперед на службу. Сотрудники ГИБДД вышли на дороги Самары, чтобы пресечь правонарушения, связанные с управлением автомобилем, на котором установлены тонированные стекла. Любителям полумрака в салоне не удалось уйти от зоркого взгляда инспекторов даже в крайнем левом ряду. Многие у нас, особенно с наступлением солнечных дней, любят эксплуатировать автомобили с тонированными стеклами в нарушении требований технического регламента. В начале летнего сезона мы активно проводим целенаправленные мероприятия по пресечению данного правонарушения, потому что оно реально влияет на аварийность на дорогах нашего региона. Для того, чтобы выяснить, соответствуют ли стекла автомобиля требованиям регламента, инспекторы ДПС производят замер свето-пропускаемости специальным прибором, который фиксирует степень затемнения. 20% пропускания передних боковых стеклов. Если стекло пропускает меньше 70% света, в отношении водителя выносится постановление за управление неисправным транспортным средством. С начала года сотрудники полиции выявили больше 12 тысяч нарушителей. Размер штрафа 500 рублей. Для тех, кто попадается на тонированной машине еще раз, наказание строже. Штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. За текущий год таких нарушителей было выявлено больше 130 человек. Автолюбителю Сергею 18 лет. Права он получил меньше полугода назад. С наступлением лета решил спрятаться от солнца за темной пленкой на стеклах авто. Нет, просто так солнце спрятано. Когда тонировка пятакомбис, да, ничего не видно. А здесь все же видно, просто чтобы солнышко не снипило в глаза. Как дальше будете двигаться? Без тренировки, конечно. Сейчас будет раскатываться? Если я сейчас не растонируюсь, на 15 суток тоже не хочется ехать. В ходе рейда сотрудники госавтоинспекции выявили 78 нарушителей. Максим Магомедов, Сергей Баскин. События.